Всем привет! Сегодня займемся разметкой жесткого диска и установкой на него официальной сборки Linux Mint CINAMON 18.2. В принципе, всегда следует посмотреть, что у нас имеется на русском диске. Это программа G-Party. При помощи программы G-Party мы можем посмотреть, что у нас находится, какие параметры нам необходимо установить и так далее. Пока тому надо дело смотрит, я сейчас посмотрю еще, где-то я видел текстовый редактор небольшой. Вот оно. Вот я его добавлю на панельку. Вот таким образом выглядит, ну, лично у меня жесткий диск, на котором я сейчас собираюсь навести маленькую бурю. То есть, я его полностью отформатирую и поставлю на него только Linux Mint CINAMON и все. Значит, ну что, первое. Вот, unmount или отсоединить. Вот этот телефончик, видите? Вот я этот телефончик собираюсь отсоединить, чтобы нам, как говорится, при разметке жесткого диска не мешал. Пока там он, значит, отсоединяет. Я напишу на основании, как говорится, своего опыта. Я очень много разных Linux'ов вставил. И в корневом разделе ни один из них у меня не превышал 12-15 гигабайт. Поэтому, вот, допустим, вот здесь, вот я напишу 30, это, скажем так, с двойным, но, может, там, до 50 с перекрытием. Объем оперативной памяти, значит, у меня 4 гигабайта, значит, ну, 4 гигабайта я и возьму. Ну, а размеры, как говорится, домашнего раздела определяются по желанию. У меня, там, при всех моих самых таких наворотах, ну, больше, там, 200-400 гигабайт не получалось. Ну, я вот даже поставлю здесь вот 400, но все равно еще местечко у нас будет оставаться. Значит, ну, что, отсоединим еще слоп-раздел. Вот, слопов. А здесь, значит, нам нужно будет, что сделать? Ну, вот я калькулятор возьму. Ну, давайте даже вот по максимуму возьмем. Я корневой раздел решил сделать на 50 гигабайт. То есть, вот я умножаю на 1024 и получаю вот такое вот число. Ну, естественно, значит, 4 гигабайта я умножаю на 1024, получаю вот такое число. Если у вас оперативной памяти, там, 8 гигабайт и так далее, умножайте, там, 8 умножайте на 1024. Ну, и 400 гигабайт умножить на 1024 равно, ну, вот получится вот такое число. Вот я где-то ими и буду, значит, ориентироваться при разметке жесткого диска. Вот этими числами. Значит, ну что, значит, всегда-то смотрите, вот здесь вот вид и устройство, информация об устройстве. Вот видите, у меня написано MS-DOS. Вот практически с MS-DOS у меня проблем, ну, вообще, практически никогда не бывало при установке линокса. Значит, а сейчас, вот я, допустим, решаю сделать новую таблицу разделов. И вот видите, MS-DOS. А вот на G-PAR тебе, вот так, если... У меня тут куча проблем бывало, там, до того, чтобы приходилось ставить загрузочные сектора. Вот, а MS-DOS нормально всё, как говорится, принимает. И хоть там и говорят, что GPT-формат там более современный. Спорить я не буду, может быть, на какие-то там доли секунды он и быстрее работает, но для практического пользования роли этой особо не играет. Поэтому вот я создаю таблицу разделов. Видите, создал её MS-DOS. Ну и теперь, значит, в принципе, я могу корневой на первое место поставить, слог на второе, домашний, значит, на третье. Могу на первый слог поставить, без разницы. Значит, что? Скопируем. Новый раздел. Вот вместо вот этих циферек мы вставим вот это число. Сюда перескочим. И нажмём на добавить. Теперь, значит, скопируем вот это число. Новый раздел. Вот, вставим его сюда. Сюда перескочим. А здесь отметим, что это Linux-flop. Кобавили. Ну, третий раздел у меня будет вот домашняя папочка. Копируем её. Вставляем вот сюда. Перескакиваем сюда. И остальное. Вон, пол диска у меня ещё осталось. Я, значит, делаю как расширенная партиция. Или расширенный раздел. Вот таким образом, значит, у меня всё это дело будет выглядеть. Нажмём на эту волшебную кнопочку. Применить все необходимые операции. И вот, жёсткий диск, значит, практически будет отформатировано. И установлены вот такие вот разделы на нём. Значит, вот, пожалуйста, всё, что там таким трудом создавалось, что там у меня было. У меня хранится на внешнем жёстком диске все мои резервные копии. А здесь, значит, ну, я сделаю несколько дополнительных разделов. Значит, в таком плане, значит, ну, скажем так, для разных моих экспериментов над линуксами. Ну, и название там дадим, допустим, ну, не знаю, ну, просто он в единицу дам название. Раз. Новый. Дам название два. Неправильно. Вот видите, не 50 получилось. Подскочили назад. Малый раздел. Вот я сюда вставляю это число. Ставлю здесь двоечку. Сколько? Ну, ну, ещё парочку линуксов я сделаю на всякий пожарный. Люблю я с ними экспериментировать. Этот будет в третьем. Ну, и ещё один сделаем. А, четвёртым. Вот на четыре самых разных линуксов, значит. И ещё 277 гигабайт у меня остаётся. Это вполне достаточно, чтобы поставить там и винду там, или семёрку, или десятку гигабайт. Там 80-100 под неё дать. И 177 гигабайт дать ещё и под кладовочку. Ну, я пока всё это дело оставлю. Там, по ходу дела, будет видно, потому что практически в Windows я там очень редко пользуюсь. В основном только программой UMI для записи на флешки. Ну, значит, она хороша, позволяет на одну флешку сразу несколько операционных систем записать. А, кстати, практически я на Windows не нахожу для себя ничего там особого. Всё, что мне нужно, как правило, я имею в виду отливок сам. Вот таким вот образом. Ну, программа, значит, сейчас закончит разметку. Отсвеживает жесткий диск. Вот основные, скажем, такие принципы разметки. Значит, ну, я тут немножко пожадничал, но, в принципе, вот 30-20-30 гигабайт вполне достаточно. Это уж я так взял, как говорится, с запасом прочности. Причём домашний раздел очень хороший у меня получился. Ну, как видите, нормально всё. Можно вот здесь зайти, освежить. Ещё раз, если есть какая-то там у вас доля сомнения или неуверенности. Вот практически всё, что мы, как говорится, имеем. Ну, а теперь, значит, я нахожусь на флешке. Покажу. Вот флешечка моя. 3,72 гигабайта, крохотулечная. До неё я записал официальный образ на Linux Minson M1 18.2 и сделал там кладовочку. Ещё там получилось на 1,7 гигабайта. Вот таким вот образом. Значит, сейчас будем вставить. Ну, естественно, эту флешечку я под себя немножечко поднастроил. Там, скажем, такая флешка, с которой я своим знакомым всегда могу вставить, как говорится, ценамончик. Беспроблемно. Ну, давайте займёмся установкой официального, значит, дистрибутива Linux Mint Sonamon 17.2. Вот, наводим курсор. Два раза левой кнопкой мышки кликаем. Install Linux Mint. Или установка Linux Mint. Ну, и, как говорится, ждём, когда это чудо у нас там заработает. Итак, значит, в меню выбираем, значит, язык, который, значит, нам нужен. Ну, вот здесь вот видно кучу языков. Ну, и вот тут у меня уже установлен. Нажимаем на кнопочку «Продолжить». Ну, и, значит, здесь он хочет спросить, какой же, значит, из моих... Ну, вот, подключиться к этой сети я хочу. Установить стороннее программное обеспечение для видеокарты, устройств, Wi-Fi и так далее. Да ради бога, кто же против? Дело долгое, ну, отпускай себе ставится. У кого сеть быстрая, поставится быстрее. Различные варианты. Полностью очистить весь диск, установить на него Linux Mint. Но я обычно так не делаю, потому что я знаю, на какие разделы что хочу поставить. Шифроваться я тоже, как говорится, особенно не люблю. А вот оставляю что-то другое. Продолжить. Вот так, ну, давайте посмотрим. Ну, вот. Значит, на 50 ГБ, значит, у нас вот имеется вот этот раздел. Нажимаем кнопочку «Изменить». Здесь выбираем... Вот. Файл-систему «Extension 4». Пусть он еще раз форматирует. Форматирует в корнелом режиме. Тут вот этот кружочек будет крутиться. Дальше, значит. Как только вот в этом квадратике появится крестик, это будет означать, что этот раздел отформатирован и готов к приемке, значит, операционной системы, к ее установке. Ну, подождем немного. Вот появился крестик. Вот знак «Слежа» означает корневой раздел. Значит, здесь мы, значит, swap файлы сделаем. Слоперия. И домашний раздел, значит, сделаем. Здесь вот никак не хочет подмечаться. Но, наверное, сам автоматом должен будет стать. Этот раздел, значит, я, значит, опять-таки файловую систему extension 4, форматировать, но сделать уже как home. То есть, видите, я никакого бутового раздела загрузочного в MS-DOS таблицы разделов не делаю. Вот, три раздела. 50 на 4 и там 400 гигабайт. Вот и все. Нажимаю на кнопку «Установить сейчас». и вперед, как говорится, и с песней. Начнем программу сейчас там все это дело вставлять. Ну, вот, спрашивают у меня там, где. А я живу вот здесь. Поставлю сюда. Продолжить. Английская, английская. Ну, в принципе, мне это все равно. Вы ставьте русскую. Русская вот здесь, вот она есть. Вот, есть русская. Вот, я поставляю английскую, английскую. Мне это без разницы. Значит, имя. Ну, я для всех своих сборок там и так далее делаю вот такое имечко. User. Чтобы означать пользователь. А имя компьютеру тоже там не мудрство и лукаво. Просто пишу две буковки. PC. Персональный компьютер. Задайте пароль. Пароль задам очень короткий. Когда все настрою, вот тогда я его уже могу сделать там километр длины. А так не надо. И, значит, я оставляю, значит, требовать пароль для входа в систему. Почему? В Linux Mint 18 Эти друзья, значит, что сделали? В менюшке ухудшили. Вот покажу. У них такая вот опция есть. Если в 17, там, 2, там, там, 3, там, 1 и так далее версия было, значит, нормальная, то вот они, значит, окно входа в систему оставили. Ну, допустим, где здесь, чтобы сделать какой-нибудь там логин, они это дело убрали. У многих людей бывает так, что они, ну, вот на тот же Mint, я, значит, в предыдущем ролике показывал, что можно поставить сразу 5 рабочих столов. Ну, и как прикажете между ними переключаться? Это заходить сначала на один, потом перескакивать на другой и так далее. А сейчас попробуем, чтобы было окошко для входа в систему, где прямо перед входом в систему, чтобы я мог переключиться на то, что я хочу. Нажимаем продолжить. То есть фантазия здесь, вот, как говорится, у вас пусть работает, ради бога, смотрите, что вам нравится и так далее. Ну, а сейчас идет установка и копирование системы, поэтому я попробую. Сейчас вот пользователям хочу, значит, показать ряд моментов. Очень часто спрашивают, а где у вас вот такой вот гаджет, на котором видна системная информация и так далее. Вот, скачать системный виджет конки. Видите? Пожалуйста, значит, можно всегда, значит, взять и скачать. Конки, значит, можно скачать с Меги, а можно скачать с Крока. Значит, вот нажимаете на Мегу, и, значит, там попадете на Мегу, и будете там себе качать все это дело. Ну, вот мы попали на Мегу, в раздел коночки, и вот эти вот коночки для 18-го мента, значит, можно будет просто-напросто скачать. Файлик Cherry3, про который тоже, значит, где у меня расположены все там команды и так далее. Вот этот файлик. И порядок установки, там из него очень легко копировать. Команду берете, выделяете, копируете, вставляете, Enter, нажимаете и пошло. Вот, а также качается с Меги, и у меня он синхронизирован только с Мегой. Вот, называется файлик команды и видео .ctb, значит, без волнестых линий. Вот, и всегда можно посмотреть по дате обновления файла. Вот, написано 11 августа 2017 года. Вот, всегда берите самый свежий файлик, скачивайте. Затем, значит, устанавливайте там через менеджер программ, или там по интернету поищите, заведите там Cherry3, и будет вам счастье. Очень много я в последнее время перенес программ на крок. Тоже хорошее у меня файлохранилище такое получилось. Значит, здесь, вот, пожалуйста, мои сборки, программы для Linux и программы для Windows. Вот, в программах для Linux тоже можете найти много чего полезного. Вот тут все написано, частично на английском, частично там, на русском языке. Ну, покопаетесь, как говорится, там. Если что-то полезное для себя найдете, то пользуйтесь на здоровье. Вот, папочка, хочу обратить внимание, общение и удаленный доступ. Здесь, значит, у меня и Skype, и TeamViewer, и Telegram. Значит, ну, Qtox я сам еще не ставил. Вот, обычно я ставлю еще WhatsApp и Vaya. Вот, программы для общения с пользователями. Телеграм, Skype, WhatsApp и Vaya. WhatsApp у меня хорошо цепляется сразу на мой мобильный телефон, поэтому я на WhatsApp 24 часа в сутки. Ну, и Skype у меня тоже. Вот. Вот на этот, обратите внимание, эта штучка хорошая. Дальше, значит, сборки. Ну, сборок здесь тоже у меня хватает. Есть и Debian, и DePin, и Linux Mint Sonomo, и Linux Lite. Там и вот PC Linux. Тоже очень хорошая, хотя и недооцененная система многими. Стабильная, надежная. Был одним из самых первых Linux, с которых я начинал. Значит, Cinemon. Здесь, значит, вот 17.2, 18.1, вот 18.2, и еще есть Debianовское издание. Ну, естественно, вот Cinemon 18.2, в принципе, тут есть. Вот, и ссылочки, и в докформате, и в док.cx, и в формате LibreOffice, и пароль там. Ну, у меня в старых сборках был пароль имя пользователя юзер-юзера. В последнее время я стал делать имя пользователя юзера, а пароль стал делать еще короче, единичку. Вот самозборку ее можно скачать, и плюс к ней, значит, контрольная сумма. Вот таким вот, скажем, образом. Ну, программа, значит, сообщает, что установка, значит, сделана. Нужно, значит, перезагрузить. Что я сейчас сделаю? Я, значит, перезагружусь. Будет сообщение, что вынуть флешку. Я эту флешку, значит, выну, загружусь с жесткого диска компьютера. Ну, и практически там еще там ряд некоторых настроек буду делать. Ну, я всегда еще, вот, не забывайте, если у кого-то загрузка идет плохо, то вот посмотрите. Вот корневой раздел. Значит, я сейчас вот его возьму, несколько обновлю, потому что сейчас уже после установки, там немножечко все поменяется. Вот. Видите, стоит сразу бут. Система его сама сделала загрузочным. Вот практически все. Если у вас этого нет, правой кнопкой мышки управлять флагами и ставите бут. У некоторых ставится ESP. Это уж зависит, как говорится, там от типа компьютера и жесткого диска. Ну, ладно. Значит, что я сейчас сделаю? Ну, а я, значит, сейчас просто-напросто перезагружусь. Итак, вот первая загрузка установленного на жесткий диск ринус минцинамона. И вот здесь мы видим только всего лишь ценамон по умолчанию и ценамон софтвер рендеринг. Вот такие вот вещи. А когда уже там дальше ставится карадок, там появляется там и гном, здесь еще что-то. А так вот чистый ценамон сам по себе. Вот всего лишь по умолчанию и в режиме софтвер рендеринг. Вот такая вот штучка. Ну, что, ставим пароль единичка. Нажимаем Enter и вперед из песней. Итак, делаем проверку записи микрофона, как звук работает. Ну, и заодно смотрим, как работает варите сайт-шоу. В данном случае должно быть мельчешение, мельгание и прочая фигня. Ну, нашел тут я один метод хороший. В одном из моих недавних видеороликов, вот у нас на восстановление систембаком и 5 рабочих столов Linux Mint 18.2, значит, ну, у меня, значит, там я посековал на тиринг, у меня, значит, Кирилл Чередник прислал, значит, вот такую вещь, что, значит, вот надо попробовать, значит, вот такую команду. Ну, файлик установить там по указанному адресу и прочее, прочее, прочее. Сделал я все, у меня даже грузиться перестал. Потом посмотрел, нашел в сети, вот одна строка была пропущена. И вот теперь, значит, когда, значит, с ней я пробовал, вроде бы получался, даже при загрузке нормального ценамона в нормальном режиме, тиринг исчезает. Посмотрим, как это дело делается. Вот папочки у меня на кроке, в программах, значит, есть тиринг. Вот, значит, скачиваете два файлика. Конфигурационный уже готовый там файлик, но не надо мне что там писать. Тирфри – это с описанием. Значит, ну, что здесь можно посмотреть? Вот Тирфри – описание. Самое главное здесь, вот эта вот строка, куда мы будем устанавливать вот этот файлик. Сам файлик, значит, ну, раз напросто я вот так вот возьму его и извлеку сюда. Вот, так вот эту вот тапочку, значит, нужно будет нам теперь пойти и уже зайти, значит, в ETC, зайти, затем, значит, зайти в X11, тут он в самом конце где-то. Можно, ну, и в X11 X.org.config.d Вот, его даже тут и не наблюдается. А вот нам его надо, видите, поставить. Откроем как root. И вставим вот сюда этот файлик. Вот оно, X.org.config.d И вот, значит, вся необходимая в нем, как говорится, документация. Единственное, что без этой строки даже компьютер не глазился. Ну, в любом случае, как говорится, все легко проверяется. Почему? Ну, даже вот давайте посмотрим сейчас без перезагрузки. Я сейчас включу слайд-шоу и посмотрим, что тут будет показывать. Я сейчас просто потом остановлю запись и посмотрю, был отерен в том или нет. Ну, этого достаточно. Теперь, значит, остановим запись. Итак, без перезагрузки ничего не работает. Тиринг проявляется. Ну, попробуем теперь перезагрузить компьютер. Зайти в Linux-минсеномон в нормальном режиме. Без рендеринга. Посмотрим, поможет ли нам все это дело издавиться от тиринга. Перезагружаемся. Ну, я перезагрузился. Теперь посмотрим, будет ли все это дело работать, будет появляться тиринг на варите слайд-шоу или нет. То есть, ничему не верим, а просто все берем и проверяем. В одном случае у меня подсадка вот этого файлика, она нормально сработала. Ну, посмотрим, вот как в данном случае будет. Значит, ну, я сейчас проверю. Ну, что. Значит, разрывы исчезли. Все показывает нормально. Вот давайте еще раз полюбуемся, что нет этой косой диагональной черты, нет там этого мельтешения, мигания. То есть, действительно, значит, вот эта вот рекомендация, она очень, как говорится, отлично мне помогла. Я не могу гарантировать, что на всех компьютерах эта рекомендация будет работать, но, тем не менее, значит, вот в данном случае у меня она сработала. Если же у кого-то тиринг все-таки будет продолжать наблюдаться, значит, нужно зайти в меню, когда будет, вот нажать на эту кнопочку завершить сеанс, завершить его, выйти и зайти, значит, в ценному в режиме рендеринга. В режиме рендеринга у вас, значит, этого тиринга разрывов не будет. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Значит, вот еще раз хочу подчеркнуть, что посмотрите, возникает вот такой вот коллективный опыт, ну, я бы так сказал. Значит, вот человек, значит, просто взял и предложил всем привет попробовать. Ну, я, так сказать, мимо не пропустил, потому что я в свое время искал, что-то подобное тоже встречал. Ну, единственное, значит, вот пропустил он тут одну строчку, вот, но я тут по сети поискал, в нескольких источниках, там сравнил. Вот. Оказалось, что вот она красавица, значит, уха из петуха. Вот я когда, значит, мы ее, значит, вставили, значит, все сработало. Ну, теперь, значит, сами видите, что у меня на кроке, вот, покажу весь вход вам. Заходите на крок, этот вот специально уберу, вот, программы для Linux. У меня так и есть, там впрямую написано Tiring. Вот оно, Tiring. Вот. Значит, первый файлик, там, где указан путь, по которому нужно будет сходить, все это дело поменять. Вы уже выглядели, как это дело делается. Скачать этот файлик, распаковать его и просто вставить по этому пути уже вот эту вот готовую папочку вместе с готовым файликом. То есть, вам уже, говорится, самоудоверно там ничего там создавать, сделать не надо. Взяли, скопировали, в корневом режиме вставили, перезагрузили компьютер и проверяете, работает или нет. Ну, лечить. Ну, вот, значит, стандартное таинственное исчезновение джепартида из линукс-пинсенамона. То есть, в официальном образе он присутствует. Можно сделать разметку жесткого диска, установить официальный дистрибутив, стартовать с официального дистрибутива, и джепартида нету. Ставится просто через менеджер. Программа вот здесь вот, набираете в джепартид, выскакивает, ставите там за полсекунды. Вот у вас он, как говорится, здесь есть. Вот, пожалуйста, информация об устройстве. Значит, таблица разделов сделана в формате MS-DOS. Видите, загрузочных никаких секторов нету. Там просто флаг пределан к корневому разделу как загрузочный и все. Дальше, значит, стандартная, значит, разметка, ну, кладовочку сделал большую. Сделал еще на 4 разных Linux-а под 50 гигабайт. И еще осталось тут на Windows и на диск D. При желании можно и их поставить. Ну, теперь так. сборка 18.2 будет поддерживаться до 2021 года, то есть 4 года. Срок большой, но я теперь со смелой душой могу перетекать 17.2 на 18.2, потому что я избавился от тиринга в основном режиме работы цинамона. Для меня это было важно. Я видеоуроки делаю и хочу их делать, чтобы не было особого мельтешения и так далее. нашел этот способ, показал вам его, можете попробовать. Еще раз повторяю, гарантии для всех давать не могу, но тем не менее. Вот таким вот образом. Значит, здесь вот у меня в установках халик видео, установка систембак, так, буквально вот, по-моему, Simple Screen Recorder, да, вот, лечим тиринг, вот, я здесь прямо указал, вот, это вот адрес, по которому, значит, надо идти, вот, я его сейчас возьму, прокрашу, вот, это, значит, вот файлик, который, значит, у меня уже на кроке на кладовочке лежит, просто берите этот файлик и в корневом режиме вставляете его вот в эту папочку, xorg, конфиг, d, файлик называется 20mtl, конфиг, но вам уже ничего писать не надо, вот, вставляете его, вот, даже вот это вот я отдельно даже другим цветом сделаю, вот так, сейчас, вот так, ну, вот, желтым сделаем, вот, по этому адресу идете, и в эту папочку, значит, даже в x11, представляете, xxorg, конфиг, папочка, вот она здесь уже сидит в загрузках, вот она, когда ее распаковали, а в ней уже файлик, взяли, скопировали и пошли к адресу, вот, есть и сей, показываю еще раз, значит, у вас x11, вот она, и вот в x11 правой кнопкой мышки открыть как рут, открыть в корневом режиме, заводить там пароль свой, и вот в корневом режиме вставляете вот эту вот аточку xxorg конфиг d, вот, ну, и, значит, после перезагрузки компьютера, все это, значит, медтешение, значит, при записи, ну, в принципе, должно исчезнуть, вот таким вот образом, поэтому, я, значит, тут вот с вами, как говорится, поделился, значит, во-первых, как сделать разметку жесткого диска, некоторые моменты показал, показал, что при установке чистого мента без хайродока и там безо всего появляется только две, значит, загрузки, значит, в обычном режиме цинамона и в режиме рендеринга, вот, и, значит, решили мы проблему, значит, с этим, так называемым тирингом, разрывами, вот, подсадкой или прививкой вот этого файлика и загрузкой компьютера. Я считаю, что многим это дело может пригодиться, а кому пригодилось, значит, отпишитесь о результатах. Ну, ладно, я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. до новых встреч.